Девочка-пай Всем привет, народ! С вами Активист, известный в Стиме как Борода, а в Кантаче как Забавон. И сегодня мы поглядим на новую в Стиме игре, бесплатную! И название этой игры Fistful of Rags. Она вышла 9 мая этого года, ну а впервые она появилась на мод ДБ в 2007 году как мод Call of Duty 2. С 2007 по 2009 она никаких особо прогрессивных шагов не делала, но в 2009 году ей дали звоню лучшего мода для Half-Life 2. А в 2010 она повторила свой успех и второй раз стала лучшим модом в составе остальных 100 лучших модов. Ну так себе награды, но уже что-то такое. В 2009 году вышла первая СДК, в 2010 году вышла версия 3.0. Ну и конечно же это все повлияло на выход в Стиме. Как обычно в Стиме это заведено, всякую хуйню на пост не принимают. За все свое время существования на сайте мод ДБ она набрала 9,2 балла. А эти баллы сложились из 705 голосов участников на сайте moddb.com. Создана Гамеза на движке Source версии 24, но графон средний такой между эпизодом 2 и Counter-Strike Source. Но добавлю то, что графон зависит не только от возможности технологии, но и от работы дизайнера. Если он постарался, то и на старом движке можно выжить. Угу-гу, какое крутое новшество. Ну а теперь перейдем к самой Гамезе, посмотрим на нее, так сказать, подлупы, что она себе представляет и какая в нее основная механика. Приступим. Гамеза содержит в себе стволы, которые делятся на несколько типов классов. Это дробовики, которые представлены, помповиком, двустволкой, может быть еще что-то есть, но за 3 часа не особо встретил. Это различные пистолеты, в том числе и обычные модельки, и револьверы. Это оружие ближнего боя, такие как кастеты, топоры, которые можно рубить, и которые можно метать. Ножи, которые тоже можно резать, которые тоже метать можно, но сразу забегу вперед, топор это самое крутое. Если им взмахнуть, то считай, чувака нету. А если им попасть в кого-нибудь с броска, это почти крик. Кроме того, в игре есть винтовки, и это как обычные образцы с механическими прицелами, так и уже крутые версии с нормальной снайперской оптикой. Есть динамит, есть лук, есть кулаки, есть даже пинок под зад. Обо всем немного поподробнее. Динамит представляет из себя обычную динамитную классическую шашку с фитилем. Горит он, зараза, долго, но если его в руках погреть и в кого-нибудь кинуть, то считайте, что крик вы отвесили. Динамитная шашка при взрыве может выбивать оружие из рук игрока. То есть, если рядом с вами что-то взорвалось, вы посмотрите вокруг себя, оно наверняка где-то рядом валяется. Руки, ну обычные руки-крюки в ближний бой. Если у вас кончились патроны, а оружие все призраивается в игре очень медленно, а Акимбо в версии призраивается еще медленнее, сразу переключайтесь на ближний бой. Постарайтесь задубасить чувака кулаками до смерти, но учтите то, что это очень слабое оружие. Ваши кулачки, как у дрыща, не наносят никакого вреда к очку. Есть удар под жруппу, но это больше точечное оружие. Там, куда нога взмахнула, туда удар придется. Опускается нога тоже медленно, это вам не дюк-нюкем, это вам обычный ковбой с поля прибежал повоевать за золото. Так что на ближний бой особо не уповайте. Если кончились патроны, лучше оббегите, найдите какое-нибудь местечко укронное, ну и там, соответственно, перезарядитесь, долбаните по противнику, я вам разрешаю, из какого-то оружия, и уж потом, если вам хочется после дела руки, добейте его ближним ударом. Потому что ближний удар еще опасен тем, что вы не знаете, сколько здоровья осталось у вашего противника. Может быть он целиком сотку, а вы ему только два прыща сдуваете, своими друщеватыми руками, вот и все. Теперь про систему Экимбо. Это система, которая позволяет комбинировать револьвер или обычный пистолет с чем-то тоже небольшим. Ну, например, с обрезом. Всего доступно 36 вариаций данного комбо. И эти 36 вариаций данного комбо являются довольно-таки опасными. Хотя большинство видов оружия все-таки слабовато. Перезаряжается Экимбо ох как долго. Но зато наносит урон очень даже хороший, если состоит из обреза и какого-нибудь такого средненького револьвера. Одновременно выстрелы за боевство улок приведет к фатал-шоту. Ну, опять же, все зависит от вашей методстики. В игре есть и система известности, которая зарабатывается серией убийств. То есть, когда ты отвешиваешь фраги, не умирай. Таким образом добывается и известность. В будущем ее можно будет тратить на какие-то анлоки. Там будет какие-то 20 престижных анлоков, но пока что в игре этого нет. Теперь о системе сундуков. На карте есть 3 статичных сундука. Что за статичные? То есть, они всегда располагаются на одной и той же позиции. Они не меняются. Это синий сундук, это красный сундук, это золотой сундук. Соответственно, они как бы по возрастанию расположены. То есть, в синем такая себе, так себе. Монтирование и снаряжение в красном уже получше. И в золотом вообще просто и нет. В сундуках содержится как предметы декора, так и оружие. Будьте осторожны с сундуками. Потому что, когда его открываете, там система как в Counter-Strike при закладке мины или разминирование гоной. То есть, вы полностью беззащитны. Вы можете только открывать сундук и при этом перезаряжать оружие и немного повертеть головой. Так что, будьте чутки. Вдруг кто-то к вам идет, а вы услышите шаги, прерветесь и вернетесь и убьете. Можно также засесть около сундука. Ну и, конечно же, там посидеть. Подождать, как крысы, кого-нибудь. Но это так себе метод. Играйте честно. И да, еще одно такое замечание для игроков. Не знаю, пофиксить это или нет. Удерживайте кнопку используемого сундука до конца. Потому что, когда у меня заполнялась однажды полоска, я отпустил кнопку, и вся индикация пропала. И мне пришлось заново открывать сундук. При этом меня убили. Так что, четко удерживайте кнопку до тех пор, пока он сам не откроется. Ну а выбор предметов из сундука происходит с помощью горизонтальной полоски на клавиатуре, состоящих из цифр. Надеюсь, понятно выразился. Цифрыки, которые горизонтально расположены на клавиатуре. Не цифровой блок, который вот находится справа от вас, а вот горизонтальный. Чутко выбирайте предмет, который вам нужен. Лучше берите оружие. Потому что какие-то украшения, это естественно останется украшением. На карте располагаются и бочки, которые можно взрывать. Так что, если кто-то рядом с ней пробежал, рвите сразу, будет очень красиво. Из режимов игры пока что присутствует только дезматч на 2-3-4 команды и оффлайновый режим с ботами. В будущем будет добавлен кумча режимов, в том числе и толкать лего, и эскорт, и даже зомби выживания будет. Так что будет очень круто, весело и интересно. Ну а думаю с добавлением воркшопа, так как СДК-то в первой версии есть, чем стоит вторую версию выпустить. Я думаю появятся интересные карты. Кстати, сами карты тоже будут добавляться в будущем, как и стволы, в официальном подновлении. А что Гамез начала ожить, и это хорошо. Еще в игре есть такая система, когда с голыми руками ты можешь бегать очень быстро. Но это как на манер кунтер-страйка, верно? Если вы потеряли какое-то оружие, очень ценное, вы можете его себе вернуть. Как это сделать? Возродились, сразу с чистыми руками погнали. Бежится очень быстро, но будьте осторожны, так как многие задроты используют новую тактику, next-gen-овскую. Это не подбирать ваш мощный ствол, а держать его на земле до его исчезновения. Они знают то, что вы уже за ним идете, и они будут караулить вас там, не знаю, в темном переулке. Так что при подходе к своему упавшему крутому стволу, всегда будьте на готове сделать кому-нибудь смачный хэдшоп. Естественно, только полный нуб не станет охотиться за оружием из сундуков. Ну а сами сундуки, будучи в открытом состоянии, рано или поздно вновь закрываются, их можно будет заново открыть. Примерный интервал, как я подметил, ну минута 5 или минуты 3, не знаю, вот такой вот интервал. Крутитесь рядом с сундуками и узнаете подробнее. Что делать, если у вас не получается кого-то замочить? Первым делом найдите сундуки. Как я уже сказал, вы должны найти сундуки сначала в сингле с ботами, то есть приноровиться, что где. Потому что четкое знание расположенных сундуков может коренным образом поменять статистику вашего боя. Есть даже такие сундуки, которые очень трудно найти на карте, поэтому изучите их местоположение. Так вот, вам становится плохо, вы где-то в днищику, вас к самому никак не можете набрать счет, вас все время гасит. Что при этом нужно сделать? Найдите синий сундук, откройте. Там будет оружие, называется коуч-ган, двустволка. У нее есть альтернативный огонь, очень мощный. Из двух столов одновременно вылетают оба заряда. Естественно, перезарядка тоже дольше становится. И при этом жертва должна находиться, ну, где-то на средней дистанции от вас. Я вам гарантирую, это ваншот, почти. С помощью этой двуствольной ваншотилки вы быстренько подниметесь наверх. Но учтите то, что на серверах полно затротов, которые за несколько буквально минут поднимаются наверх. Там 30 уже фрагов или еще, а у вас там, допустим, будет 15. То есть такая разница нехилая. Я не знаю, как они это делают. Скорее всего, они просто призадрачивались в мод. И теперь уже здесь они всех нагибают. Чувствуют себя царями. Еще такой действенный метод. Если вы не очень любите честность, сражения, то когда у вас долгая перезарядка или когда вам нечем ответить на выстрелы, бегите без разбора. Куда-нибудь забейтесь, перезарядитесь, отдохните. Найдите лучшие виски. И тогда снова рвитесь в бой. Я уверен, что в Гамезе появится и Steam Trading Cards, потому что ачивки есть, и игра вот только что вышла. Соответственно, сейчас будет мейнстрим, добавление всякой фигнивнее. Ачивок немного, но почти все они многоуровневые. То есть их нужно использовать и там за этапом. Там, допустим, сделать там 50 убийств. И там будет каждый убийство. Там одно убийство, два убийства, три. И много таких ачивок поэтапных. Так что не соскучишься. В целом у меня все. В целом я многое посмотрел. Если что осталось, я потом там еще текстом где-нибудь допишу. Но в целом задумка игры понятна. То есть вестерн с классовой системой. Классы, кстати, не особо отличаются друг от друга. Единственное, что у каждого класса свой стартовый набор. То есть, когда вы начинаете игру, вы на экране возрождения выбираете, что у вас сейчас должно быть в руках. Какой тип ствола, какая одежка и тому подобное. Так что очень даже веселый, интересный мультиплеер у этой Гамезы. И я очень рекомендую ее. В своем текстовом обзоре я поставил оценки восьмерку. Единственное, что я занизил, это графику. 6,5. Но не надо думать, что она там плохая. Наоборот, не все карты добавлены. И есть куча карт, которые в будущем добавят. Они просто офигенные по графану. Я видел вот эти превьюшные скрины на мод ДБ. Они просто выглядят... Так что ждите обновлений. Гамайте, пробуйте на зуб. И не надо говорить, что это фигня. Потому что это крутая фигня. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на ссылки под видео. И успехов вам! Следующее видео из Source Marathon серии будет посвящено Гамезе Контеджиум. Битва людей против зомби начнется уже скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...